МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из ничего ли много шума? Роскомнадзор по Пермскому краю начал проверку жалоб на газету «Березняковский рабочий». События краевого масштаба на закладку первого камня в строительственного Березняковской ТЭЦ прибыл губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Бальзам для русской души. Танцевальный ансамбль «Провинция» подарил березняковцам полтора часа яркого зрелища. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Сегодня едва ли не каждый в городе обсуждает появление на первой полосе газеты «Березняковский рабочий» фрагмента фотографии немецких девушек в майках с эмблемой «Гитлер-Югент». Фото, вызвавшее скандал, сопровождало совершенно безобидную статью о новых законопроектах и программах Пермского края, связанных с талантливыми и активными молодыми людьми. Фрагмент фотографии был размещен в номере от 7 ноября, когда в России отмечается День согласия и примирения. На старом фото из хроники нацистской Германии от 1936 года группа немецких девушек выстроилась в шеренгу перед уроком музыкальной культуры при содействии молодежного движения «Гитлер-Югент» в Берлине. На майках у молодых барышень четко видно эмблему движения, в центре которой свастика. Читайте в статье о новых законопроектах и программах Пермского края страница 3 предлагается под картинкой. Первыми на материал отреагировали горожане. Буквально сразу после выхода газеты на городских сайтах появились комментарии. Березняковский рабочий ненавязчиво призвал в «Гитлер-Югент». Иронизировали местные жители. На первой странице Березняковского рабочего за 7 ноября помещена закладка. На красном фоне девушки с фашистской свастикой. И вопрос, зачем скликают молодых, активных, талантливых? Кто-то может прокомментировать это? Чем объяснить изображение девушек со свастикой на первой странице самой читаемой газеты? Надо это просто признать и публично извиниться. Не надо ветеранов обижать и расстраивать. Им не так хватает неуважения и забытости. «Опель», «Порша», «Бош», «БМВ», «Мерседес». Нынче их продукция активно покупается в странах, воевавших против нацистской Германии. И почему-то ни у кого не возникает праведного гнева в таком случае. Ох уж эти двойные стандарты. Реакции со стороны издания пока нет. Возможно, ошибку совершили верстальщики. Вряд ли газета могла разместить такую фотографию специально. А между всем управление Роскомнадзора по Пермскому краю уже заинтересовалось этой ситуацией. И начало разбирательство по факту опубликования материала, содержащего нацистскую символику. Мы будем следить за развитием событий. И все подробности расскажем в ближайших выпусках. Опасные шалости. Как водителям избежать ДТП с участием детей, когда те зачастую сами становятся виновниками аварий. В редакцию сайта BB59.ru поступило видео, на котором дети выбегают на дорогу и буквально бросаются под колеса автомобилей. На кадрах хорошо видно, как трое мальчишек стоят на дороге. Неожиданно один из них выбегает прямо на проезжую часть и дурачится. Продолжается шоу как минимум несколько минут. Новая детская игра или вид экстремального спорта. Дорожные полицейские уже сегодня называют страшные цифры. За 10 месяцев текущего года количество аварий с участием детей увеличилось в три раза. С начала года у нас за истекший период, за 10 месяцев, зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. Из этого в этих дорожно-транспортных происшествиях пострадали 60 детей и один ребенок погиб. Из 57 ДТП по вине самих детей произошло 14 происшествий. 8 школьников перебегали дорогу по проезжей части прямо перед автомобилями. 6 переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Если в таком случае, получается, взрослый может себе позволить на запрещающий сигнал светофора перейти, да, или в неустановленном месте, ребенок думает, а почему мне нельзя, где же это дело? То есть это большое обращение от госавтоинспекции, чтобы родители занимались воспитанием детей, чтобы родители контролировали. То есть чтобы процесс, так скажем, воспитательный процесс дорожной безопасности наших детей не исходил только с нашей стороны, со стороны органов образования. То есть в первую очередь воспитание у нас идет из семьи. Продолжение истории. Напомню, в прошлых выпусках программы мы рассказывали о том, что весь август во многих квартирах не было телефонной связи по причине переноса станции компании Ростелеком. Однако жильцам пришлось заплатить за этот месяц, но после им обещали сделать перерасчет. Прошел еще месяц, а перерасчета так и нет. И только накануне специалисты Ростелекома разъяснили ситуацию. К сожалению, ответ пришел только в письменном виде. В нем говорится, что перерасчет начислений за неоказанные услуги связи абонентам района, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунистическая и Ленина, поселка Зырянка и частично поселка Нартовка, попавшим под переключение в связи с проведением технических работ по переносу телефонной станции, был осуществлен в сентябре и октябре этого года. Последние корректировки, в том числе и жителям дома по адресу улицы Коммунистическая, 4, были проведены в конце октября. Таким образом, абоненты увидят их в начале ноября в счетах за октябрь. Ростелеком также предлагает узнать информацию о состоянии своего лицевого счета, не выходя из дома, позвонив со стационарных телефонов по номеру единой службы поддержки 8 800 300 18 00. Звонок по России бесплатный. При необходимости получить дополнительную консультацию по всем вопросам можно в офисах продаж и обслуживания. Никаких извинений компания абонентам не принесла. Сегодня в Березняках дан старт работам по возведению новоберезняковской ТЭЦ. На закладку первого камня прибыл губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Репортаж с торжественной церемонии Евгении Кокшаровой. Торжественную церемонию открыл самый почетный гость, словно кинозвезда. Виктор Басаргин прошел к сцене по красной дорожке. Ждали этого события и готовились к этому событию. И действительно, строительство новоберезняковской ТЭЦ – событие краевого масштаба. Проект получил название «Бирюза». Он входит в приоритетную инвест-программу КЭС-холдинга, которая объединяет 18 проектов в 9 регионах страны. Выбор генерального подрядчика группы Е4 губернатор Пермского края Виктор Басаргин одобрил. Проект очень значимый, очень серьезный. Компания-застройщик Е4 второй объект возводит здесь. Объект генерации тоже компания известная. Мы давно сотрудничаем с ней. Думаю, что все будет по благам целым краям. Абсолютно новая электростанция будет состоять из двух паровых турбин вместе с газовыми турбинами. Они составят парогазовую установку общей мощностью 230 мегаватт. Пусть чисто символически, но первый камень уже заложен. Проливной дождь после открытия не испортил никому настроение. Говорят, в любом начинании это хорошая примета. Реализация этого проекта позволит значительно улучшить качество теплоэлектроснабжения города и закрыть дефицит мощности в Соликамско-Березняковском энергоузле, отметил мэр города Сергей Дьяков. Если посмотреть на ТЭЦ-2, на ТЭЦ-4 и на ТЭЦ-10, ТЭЦ-10, которые сегодня обеспечивают все предприятия города, но и город теплом. Третья, четвертая, 30-е и 40-е годы. И сами знаете, какие там были проблемы последние несколько лет. То трубу увидели, какая-то падает, то еще какие-то проблемы. Десятка стоит в потенциально опасном районе. Корнолитовая зона рядом. Поэтому этот проект действительно имеет огромное значение как для самого города, так и для промышленности, которая у нас есть в Березняковском-Соликамском узле. Новоберезняковскую ТЭЦ планируется запустить к концу 2015 года. Параллельно силами энергетиков ТГК-9 будет модернизирована вся теплосетевая инфраструктура Березняков. Евгения Кокширова, Лев Собуров. Новости на ТНТ. Выйдут в рейсы. С начала ноября в Березняках и Соликамске пермоэнергосбыт перешел на рейсовую систему снятия показаний электросчетчиков и выписки квитанций. Сбыт с ноября месяца внедряет программу проект рейсовых расчетов в городе Березняки и Соликамске. Мы пилотный проект реализовали уже в Губахе и Кизеле. Программа направлена на решение основной проблемы. Как правило, жильцы передают показания с электросчетчиков. В одно и то же время создается ажиотаж и путаница. Теперь Березняки разделили на 20 микрорайонов, где 15 агентов пермоэнергосбыта будут списывать около 3000 показаний счетчиков в месяц. То есть ежедневно они будут обходить по 150 квартир. Это позволит существенно сократить разногласия по начислению общедомовых нужд. Что касается частного сектора, показания здесь будут снимать примерно раз в три месяца. Каждый потребитель получит квитанцию через пять рабочих дней от момента снятия. Соответственно, сможет проконтролировать правильность показаний, которые в квитанции и на его счетчике. Благодаря тому, что счета на оплату электричества будут приходить в разные дни, очереди в кассах заметно уменьшатся. Рейсовая система пока только развивается в Пермском крае. Но в дальнейшем планируется объединить жилищно-коммунальные структуры для того, чтобы один агент смог снимать показания не только электросчетчиков, но и счетчиков воды и газа. К тому же каждый из нас будет понимать, в какой день и в какое время придет агент. С введением этого проекта все-таки будет намного удобнее нашим жителям, как передавать показания, потому что будет приходить агент в один и тот же день, каждый месяц. У всех агентов Пермэнергосбыта будут удостоверения со штампом и фотографией. Поэтому не стоит бояться мошенников. А если вас не окажется дома, показания можно передать запиской, оставленной в дверях. Елена Вавилова, Сергей Коленик, Александр Зибзеев. Новости на Тенте. Гармония души и тела. В Березняках открылся уникальный семейный центр «Секрет счастья». Его специалисты считают, что здоровье требует комплексного подхода. Наталья Луначева решила, что пришло время позаботиться о себе. Сергей со своей дочкой Соней и ее подругой Полиной прогуливались по городу. И их внимание привлекли яркие вывески на доме номер 19 по улице Льва Толстого. Семейный центр «Секрет счастья». А кто не мечтает счастья найти? Вот и наши герои решили попытать судьбу. Проходили мимо, гуляем с детьми. И вот хотелось бы узнать поподробнее, что здесь, какие услуги оказывают. Семейный центр очень интересен для нас. В семейном центре найдут подход к каждому. Сначала на прием вы попадаете к специалисту по здоровью. Кстати, это абсолютно бесплатно. После беседы и тщательного осмотра врач назначает процедуры, необходимые именно вам. Как оказалось, у обеих школьниц есть небольшие проблемы со спиной. Поэтому пока Соне делали массаж, Полина проследовала на другую процедуру. Сейчас ляжешь на кровать Ногабест. Здесь у нас специальные ролики. Не бойся, они будут идти от поясницы до шейного отдела позвоночника. Будет тепло, кровать нагревается. Все это необходимо, чтобы растянуть позвоночник. Кстати, потребность в такой процедуре есть, пожалуй, у каждого школьника, да и у взрослого человека. Больше всего понравилось отношение специалистов, как нас приняли. Все замечательно, доброжелательные люди. Хорошо, что в городе появилось такое учреждение. Кроме различных процедур, центр предлагает оздоровительные программы. Жизненный поток, забота ангелов, соло для организма, терапия суставов, коррекция фигуры. Ну а я после напряженного рабочего дня, пожалуй, пройду курс расслабления. Для начала массаж с использованием горячего лечебного масла и кедровая бочка. Пар прибывает в почку и мне уже тоже становится жарко. А между тем на ум пришла одна старая загадка. Красная девица съесть в темнице, а коса на улице. После спа-процедуры разгоряченную кожу хорошо побаловать пилингом. А в завершении всех этих приятных процедур вам предложат целебный травяной чай, который собран особым способом и наделен полезной энергетикой. Для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, поможет висцеральный массаж, который делается по славянским методикам. И, конечно, здесь не обойтись без советов специалиста по здоровому питанию. За один прием он разложит вам по полочкам, что и когда вы должны кушать. Ну вот, как оказалось, завтракаю я относительно правильно. А вот обед и ужин у меня перепутались. И даже молоко я пить не умею. В центре убеждены, что человек счастлив тогда, когда здорово не только тело, но и дух. Поэтому здесь работает семейный психолог. Очень часто бывает, что даже одна консультация, единичная, бывает хорошим толчком к изменению в личной жизни, в карьере, в семье, во взаимоотношениях с коллегами и даже в улучшении здоровья. Каждый человек хочет быть счастливым. А что такое счастье? Это когда ничего не болит, когда с удовольствием уйдешь на работу, с удовольствием идешь домой, с удовольствием общаешься с друзьями, занимаешься с удовольствием любимым делом или хобби. И вот наш центр единственный в городе, который подходит к человеку именно со всех сторон. Итак, если хотите быть счастливым, следите за своим здоровьем и все делайте вовремя. А за советами всей семьей обращайтесь в оздоровительный центр «Секрет счастья» по адресу улицы Льва Толстого, 19. Наталья Луначева, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. Гуляй, русская душа. Ансамбль народного танца «Провинция» подарил березняковцам полтора часа яркого зрелища. Грандиозными движениями красавиц в народных сарафанах любовалась и наша съемочная группа. Когда видишь такие танцы, ноги сами пускаются в пляс. В приподнятом настроении зал держали всего 10 участниц. Девушки, как в армии, за несколько секунд переодевались в перерывах. Новый танец, новый наряд. Сложности здесь не только в перевоплощениях за кулисами. Барышни рассказали, самое непростое – отбивать дроби ногами. Вот этот такт надо выбить и всем вместе в одну ногу. Не получится 10-й раз, получится на 101-й, как говорит Наталья Анатольевна. Народные танцы вышли из моды незаслуженно, считает руководитель ансамбля «Провинция» Наталья Шейна. Это в корнях, это у нас на генном уровне, потому что народная музыка, она шлифовалась веками. И в ней отображены самые наши глубокие чувства, которые выходят наружу, когда радуемся, когда плачем, когда рождаемся, когда умираем. Потеряю мневичка, а какого жереба, в сердце только желуха. А в перерывах народ развлекали артисты школы-студии «Апельсин». В общем, шоу получилось пестрое, звонкое, яркое, в лучших традициях русского народа. Евгения Кокширова, Александр Зибзеев, новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Ветер юго-западный 5-10 м в секунду. 13 ноября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Вы должны знать. Ультразвуковой увлажнитель воздуха стоит 1300 рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина Советский проспект 2. Территория Агроснаб. Только в этом месяце выбирай кухни со вкусом. И получай скидку до 30% в мойку или вытяжку в подарок. Кухни со вкусом в мебельере.